В Иркутск доставили благодатный огонь. Сегодня рейсом из Москвы в столицу Приангария в специальной лампаде привезли одно из чудес христианства. Благодатный огонь ежегодно сходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи. В Иркутском аэропорту святую частицу встречали верующие. Огонь сразу отправили в Знаменский собор города, а также в другие храмы Иркутской епархии. Там пройдут торжественные богослужения, где любой желающий сможет зажечь от пламени свечи и отнести домой частичку святыни. Другим темам. Планировали опять бастовать, но так и не сделали этого. Иркутские маршрутчики сегодня вышли на линии. Хотя еще вчера председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов заявил о том, что у жителей могут возникнуть проблемы с передвижением на общественном транспорте. Как нам сообщила начальник управления транспорта города Юлия Гордина, все водители работают на своих маршрутах. Напомним, накануне неизвестные мужчины ходили по конечным остановкам, предлагая водителям не выходить на линию. Когда те отказывались от предложения, злоумышленники угрожали, что разобьют стекла автобусов, которые сегодня выйдут на линию. Причины пожара в центре Иркутска выясняют специалисты. Он произошел накануне вечером в районе перекрестка улиц Красных Мадьяр и Партизанское. Там горело двухэтажное деревянное административное здание. Так как была угроза распространения огня на соседние здания, на место ЧП прибыли четыре пожарных расчета. Горела крыша на площади 144 квадратных метра. Из-за происшествия специалистам пришлось перекрыть движение трамваев. Огонь сначала локализовали, а затем полностью потушили. Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. Устанавливают виновное лицо и нанесенный ущерб. И о спорте. Футболисты Байкала продолжают уверенно выступать на турнире в Барнауле. Так, в заключительном матче группового этапа подопечные Александра Алферова в матче за первое место более чем уверенно победили клуб с Дюшор и с Кемерово со счетом 8-0. Голы нашей команде на счету Алексея Сабанова, Николая Шикова, Дмитрия Пытлева дважды отличились Алексей Ющук и Вячеслав Кириллов. Еще один мяч соперники забили сами себе. Теперь Байкалу предстоит сыграть уже за медали турнира с командами Сибирь-2 и Чита. А я напомню, если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту aestmrsobakayandex.ru или звоните по телефону редакции 33 13 28. Оставайтесь на Аисте, мы выйдем в эфир ровно в полдень.